Продолжается утро в Петербурге и в эту очень-очень короткую рабочую неделю мы хотим с вами, друзья, поговорить про отношения в рабочем коллективе. Да, ни для кого не секрет, что дружный коллектив повышает производительность труда и создаёт благоприятную атмосферу. Но почти в каждой команде есть хотя бы один сотрудник, общение с которым не приносит радости. Такие люди давят, навязывают свои условия. Для них есть только два мнения – своё и неправильное. Как выстраивать с такой доминирующей личностью отношения? Возможно ли сотрудничество на равных? Мы спросим у нашей гости в студии Светланы Новоселова, психолог. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Как мы уже сказали, в каждом коллективе есть такой человек. Можно ли обозначить основные черты доминирующей личности? Смотрите. Чтобы всех взять на карандаш у себя коллектив. Да, это напористость. И вот как вы сами сказали, для этого человека очень важно, чтобы его услышали. Его мнение. И вот он так и будет, знаете, как вот ребёнок. А я, а я, а я. Только этот взрослый человек уже так не делает. Он делает по-другому. Он будет продавливать. То есть это напористость, это иногда отсутствие границ. То есть этот человек в не очень хорошем контакте сам с собой и с окружающими. Он не чувствует, где он переходит черту. У него даже такой вообще-то цели нет почувствовать. Отсюда низкий уровень эмпатии. То есть эмпатия – это сопереживание, сочувствие, понимание чувств, увидение другого человека. Вот доминирует. То есть они не чувствуют, что уже другому человеку неприятно. Что другой человек… Или чувствует и наоборот продолжает. Да. И продолжает. Ага, значит всё, крючок взят, я дальше действую. Но некоторые такие черты для начальника – это необходимость всё-таки? Для начальника… Умение доминировать и поставить себя. Для начальника, возможно, это такая рассудочность, да, это безэмоциональность. Потому что для доминант обычно язык эмоций – это не их язык. Вот факты. С ними нужно разговаривать, если вы хотите тоже с ними общаться. Факты. И для начальника. У него есть план, у него есть цели, и он спрашивает, да, за результаты. Он в процессе, может быть, не очень, конечно, приятным человеком, да, может как раз давлеть и такой административный тон применять, спрашивая. И всё-таки у него есть цели, задачи. И, слушайте, у него ранг. У него есть официальный ранг и статус. Это тоже такая история. Но есть доминирующие сотрудники, которые не начальники, но при этом ведут себя как начальники. Навязываются с точки зрения и руководят. Эгоцентризм. Вот знаете, им присущ иногда очень такое детское. Эгоцентризм – я. И гелиоцентризм – я центр вселенной. Они могут место очень много занимать. А вот, кстати, о кинетике тела. Вот какие-то жесты, движения тела могут выдавать в человеке доминирующую личность, которая будет давлеть. Ну, к примеру, я пришла в новый коллектив, и мне надо ещё быстренько освоиться и посмотреть, кто есть кто. Вот доминантика как вычислить? Как в мире животных. Вот доминирующая личность, она метит территорию, может, знаете, так увеличиваться в размерах, прям очень важно. И всё, что вот сверху, сверху вниз. Если человек, вообще у нас большой палец, это такой очень активный у нас орган, и вот у людей, у которых он очень активный, знаете, прям выдающийся такой, задействован ярко, они что делают? Знаете, вот эта вот закрытая поза, когда вот так, и пальцы вот здесь вот у меня. Или в карман пиджака, и вот здесь вот у меня пальц, а если я ещё раскачиваюсь с пяток на носок... Так, кто у нас так делает в редакции? Это мы выясним, это мы выясним после нашего прямого эфира. А есть ли какие-то психологические приёмы, фразы даже, которые помогут поставить вот доминирующего такого персонажа на место? Да. Что бы, вообще самое главное, вот как я предлагаю, это не вписываться в эту игру. Вот он ведёт какую-то свою игру, это привычный для него жизненный сценарий, он так живёт. И разбираться в его психологических сложностях мы не будем. Мы не будем, здесь могут быть вообще огромное поле вариантов, до самых, да, вообще-то, психопатии, нарциссического расстройства личности, даже не будем сейчас туда заходить. Почему это, ну не дай бог, с таким человеком, конечно, взаимодействовать плотно, это очень... Не то, что грустно, это уже травматично. Так вот, ладно, вернёмся всё-таки к тем, кто более-менее ещё в рамках приёма. Не вписываться в его в игру. То есть представьте, он уже вас назначил на какую-то должность, уже вот на вас какой-то костюмчик прям вот нахлобучил, что вы там, допустим, жертва, или вы подчинённый, или вы там... Обязанная выполнять. Да, 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 тот, кто его боится, не вписывайтесь, не вписывайтесь. Просто прямо вот скажите себе, я в эту игру не играю. Второе, не подключайтесь к эмоциям. Манипуляторы, доминанты, они очень чувствительны к эмоциональному состоянию. И если вы подключитесь, то есть вы этот вызов... Будете раздражаться в том числе, да, как-то нервничать, реагировать остро. Всё-всё-всё, значит, это точно признак того, что надо выключаться. Вот смотрите, да, и это признак манипулирования. Вообще, когда вот я ощущаю, что со мной что-то не то, вот я как-то вот начинается вот этот... Может быть, я недостаточно работаю, недостаточно умею коммуницировать, недостаточно вообще там красивая ещё, чтобы... Ага, просто задумайтесь, а что на том конце? С кем я в отношениях так использую? А вот жёстко ответить, хорош со мной так разговаривать, не позволи со мной так общаться, отойди на метр от меня подальше, к примеру. Ну вот прям тоже сбить его программку-то или её? Боксёрскую перчаточку ещё достать? Ну тогда будет битва. Ухо дать сразу. Можно, смотрите, здесь, ну если уже правда совсем... Конечно, я так говорю, хорошо, не подключайтесь, ведите себя вот так. Ну не всегда же возможно. Но правда, они бывают же агрессивными, не пассивно, а активно агрессивно. Скажите прям так, стоп. Вот прям руку, стоп. Мне такой тон не подходит. Я провёл анализ, знаешь, Ксюша, и понял, что в нашей редакции нет таких сотрудников. Если у вас на работе, друзья, в коллективе такие всё-таки водятся, то, надеемся, вам поможет совет от нашей гости Светлана Новосёлова сегодня в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо большое.